Друзья, хочу представить вам развивающийся канал Гроки. Канал посвящен разным играм и направлениям. Тут и пранки онлайн, и стримы, и прочие видео. Ну и конечно, наша любимая Mobile Legends. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Мур, привет друзья, с вами Зверько. Вы просели гайд на Минотавра. Получите, распишитесь. Этот персонаж стал метовым после его реворка и доработки напильником. Минотавр в мете благодаря массовости своих навыков. С них и начнем. Пассивка. Режим ярости. Минотавр, получая и нанося урон, заполняет шкалу ярости, которая у него вместо маны. Когда она заполнится, он переходит в режим ярости соответственно. Вырастает физическая атака, магическая и физическая защита, а навыки становятся сильнее. Активация ярости перезаряжает первые два навыка. Помните об этом, это поможет и выжить, и нагнать противника. Первый навык. Топот отчаяния. Минос совершает маленький прыжок и наносит урон по области, замедляя противника на 65%. В режиме ярости площадь поражения больше, а урон вырастает на 1,5% от максимального здоровья врага. Это основной навык. Спамим им по КД, стараясь с каждым прыжком задеть как можно больше противников. Второй навык. Воодушевляющий рык. Минос издает рык, исцеляя себя и союзников. После этого в течении двух секунд получает больше ярости от входящего урона. В режиме ярости исцеления больше, а в течении тех же двух секунд он исцеляется от полученных автоатак. Этим навыкам очень удобно помогать союзнику фармить лес. Особенно, если режим ярости активировался. Да, я знаю, что на ру-сервере ярость стараются экономить. Но смотря игры топов, видно, что ярость используют по максимуму. Ульта. Гнев Минотавра. Зажимаем ульту и пожертвовав немного скоростью бега, Минос начинает динамично накопить ярость. В режиме ярости, Минотавр трижды бьет по земле молотом, подкидывая противника в воздух и нанося урон. Область ульты весьма неплохая. Урон немаленький. Первые два удара накладывают замедление, а третий удар проходит чистым уроном. Ульта используется при ганге и в массовых замесах. Она прерывает многие прокасты своим подбрасыванием и позволяет союзникам внести урон по противнику. Способности. Из дополнительных возьмем вспышку. Она поможет нам ультовать. Отталкиваясь от этого плана, берем эмблемы поддержки с третьим перком. А если они у вас не вкачаны, то банально эмблемы танка с первым перком. Теперь от сборки к тактике. Напоминаю, танк собирается от пика противника. Кто больше наносит урона у врага, от того и собираем броню. Маги, автоатакеры, физики. Но немного поясню по предметам в моей стандартной сборке. Волшебные сапоги. Чтобы жить, нужны деньги. Эти деньги будем получать при помощи в гангах. Щит афины. Магическая защита и щит. Кстати, пока нам сбивают щит, ярость тоже копится. Древняя кераса. Это для ослабления противника. Поскольку, когда мы впрыгиваем в гущу врагов, нас неизбежно станут атаковать. Бастион отваги. Комплексное улучшение инициации. Активируем навык среди союзников, ускоряя их и впрыгиваем в противника, ультуя по земле. Господство льда. Замедлит противника, который пытается от вас убежать. Шлем небесного стража. Основа хп и продолжительность пребывания в бою. Тактика. Немного расскажу, как играет танк на стадии фарма. Конечно, идем на боковую линию с дамагером. Без дамагера не чистите крипов. Когда союзник рядом, оставляйте ему на добивание крипов и лес. Старайтесь не добивать вражеских героев без нужды. Пусть убивают дамагеры. Но если у противника есть шанс смыться, лучше убьете вы, чем такое случится. И, конечно, помогайте фармить лес. Комбинации. В ожидании ганга или тимфайта, старайтесь держать ярость в пределах 70-80%. Увидев противника, убедитесь, что союзник не намылился куда-нибудь, а также намерен убить врага. После чего добиваете ярость ультой и уже преобразившись, прыгаете вспышкой к врагу и тут же ультуете. Такой фокус можно проворачивать даже под башней. Благо в запасе у вас еще есть исцеление, прыжок, чтобы выйти из-под башни. Что делать, если вспышка на кд? А все просто. Добиваем ярость до 80-90% и прыгаем к противнику из кустов или через препятствие первым навыкам. Урон нанесенный и полученный активирует ярость. Тут же прыгаем еще раз первым навыком, потому что ярость его перезарядила. Потом мгновенно ультуем. Профит. Вот, собственно, весь принцип Минотавра. Даете фарм союзникам, исцеляете их вторым навыком, ультуете в массу противников. Если вам понравился гайд, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями видео и, конечно, ставьте лапки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok